Потому что, чтобы не было комбы. Совсем законченную ВП. В этот раз ВП играют немного по-другому, но это не отменяет того факта, что может заехать еще какой-то урсач. Опять-таки съедать этого Найкса. Ну или кто-то в этом роде. Я надеюсь, не будет Алхимика. Я тоже надеюсь, что Алхимика не будет. Потому что Алхимик и... Ну реально, я не помню, когда Алхимик Доту выиграл в прошлый раз. Тролль теперь от Virtus.pro. Тролль от Virtus.pro. Может быть в мид. Может быть и в легкую. И там мы видели. Да, пока не понятно, куда пойдет. И пик от Na'Vi. Чем Na'Vi играли, кроме Last Tiller? Да много чем играли. То есть, опять-таки, может быть тот же BetRider вполне спокойно сейчас еще раз. Свардар для R-MN играли. И получалось. Да, Bet тут в принципе неплохо. И на третий пик заехал бы. Есть еще и Бестмастер. Ой, Бестмастер есть. Но почему-то нечасто мы наблюдаем Беста на этих валах. Генерал очень много игр провел на нем. Мне кажется, надо повторять пик в третьей карте против Empire. То есть, Свардар, Лайфстилер есть. Надо добирать BetRider, Эмбера и того же Котлада играть в Доту. Котел. Котел это интересно. Котлана брать в конце. Ну да, взять на четвертый, допустим, пик. Можно на четвертый. И подбанить, допустим, Найт Сталкера. Тогда все будет идеально. Ой, это CM. Это, ну ладно, CM так CM. CM герой вот сегодня с утра у нас. Смайл. В аналитике я говорил, да, не надо брать CM. CM плохой герой, бла-бла-бла. Ему пол аналитики и мой Мэйд доказывал, что нет, CM это хороший герой. Это был серьезный спор. Смайл говорил, что у этого героя должен быть самый маленький винрейт вообще из возможных. Оказалось, что у него винрейт более 60% в этом патче. Получается, что Мэйд победил? Да, что есть очень много. Ну, когда ты смотришь на Crystal Maiden, ты думаешь, блин, ну что это за герой? Пойдет и умрет, и все. А у него, кажется, просто огромный винрейт в патче 7.0. Ну, аура полезная. Лисок может фармить, где-то еще подгангать. Ульт очень мощный. Да. И вот то, что Лисок она сама фармит, и то, что он может быть абсолютно самодостаточным, этот герой, это невероятно круто. То есть она выходит на линию, бросила нового, отошла в Лисок, быстренько заформила стак, опять пошла на линию, и как бы... Лайфстилеру ты не мешаешь, сам получаешь левел, и... Вот, начинается. И мне кажется, ты знаешь, мне кажется, что это вполне рабочая старта, которую не один раз показывала команда эффект. Это Сван четвертой позиции. Ну, я почти уверен, что это Сван четвертой позиции. Контрить минус броню, якобы. Да, да, и это работает. Это работает просто великолепно. Я говорю, те же эффекты на квалификациях к даку показывали два или три раза, и эта стратегия у них работала на ура. Поэтому можно сказать, что вы эту справедливую стратегию одолжили. Команды эффект. Мы вчера уже обсуждали, что нет такой фразы, как украли. А вот она, энигма для Вити. Ну, если честно, мне пик нави не нравится. Мне тоже не нравится. Тонкая цемка, энигма, найкс, ну, как-то… Ну, надо что-то менять. Мы понимаем, что дефолтным пиком не вышло. Дефолтным пиком просто прошлись на вертусрок катком по ним. И… Ну, вообще, в принципе, пикать энигму после Рубика не очень перспективно, мне кажется. Да, конечно, тут милишники можно будет засасывать в Блэкхолл. Ну, была уже нигма против Рубика в Нави в ВПххера, правильно? Да. Да, была нигма и… И Магнус. И Магнус, да. Ну, возможно, подумали то, что Свен пойдет в легкую, а будет не саппортом, и якобы еще его засасывать. Тут все милишники всех, можно крутить, вертеть, что угодно делать. Ну, какой-то слишком тонкий пик получается, если честно. Да, и слишком рассчитан на волю случая, скажем так. Хотя, да, каман, недоволен у нас Мипарь, что его опять забанили. Мне кажется, Нави тратит, если честно, пик Мипа. Ну, бан, то есть, и вряд ли бы Виртуз Прой его брали в настолько важной игре. То есть, Виртуз Прой, конечно, любители порофлить, но не в финале. Но, с другой стороны, Мипарь под троллем такие вещи делает, если это не пофиксили. Я не знаю, фиксили это или нет. А, между что, каждый валит? Да. Раньше каждый валил, и в том-то была и суть, то, что ты где-нибудь тимвайпишься, Мипарь делает ТП, тролль подрубает ульту, и у тебя нет полбазы. Это неприятно. Да, это очень неприятно. Как-то не подумал я про то, что так может действительно быть. Не, возможно, я ошибаюсь, и это пофиксили уже, а нам это дается. Раньше точно давал всем. Ну, и последний пик от Нави, это Эмбер заезжает. Все просто. То, что у Нави работает, сайленсер в мид. Это мидовый сайленсер, это кэрит тролль. Это может быть триплаз к кэрит Свеном. Может быть кэрит Свен, сайленсер, рубик саппорты, но мне тогда это не нравится. Но сайленсер в глобальном плане, это невероятно круто. Да, скорее всего, они на ходу передумали стратегию и поставят все-таки Рамзеса на свене. Сайленсер, ну, это просто сайленсер против Энигмы. Что ты еще сделаешь? Как бы ты не выбьешь с него глобал до того, как ты кастуешь. Так что пик ВП неплох. Интересен. Опять-таки, Кентавр, Свен. Ну, Дарксира нет. Страшно. Кто будет стягивать под Свена? Непонятно. У Нави тоже есть свои герои. Это самое главное. Это мне нравится. Ну, тут главное не подставляться как-то соло, если он будет на рубике. Дается глобал, воруется блэкхолл. 100% шанс. Ничего там не поможет. Никакие БКБшки. Не, конечно, если будет БКБ Линка, то будет шанс. Ну, понятно. В любом случае не украдешь, но сбить-то все равно есть чем. Ребят, ну что, вторая карта. Возможно, и последняя карта Гранд Финала начинается прямо сейчас. Я вам сейчас напомню, чтобы вы не уходили со стрима после матча. Ну, а мы начинаем смотреть эту самую вторую карту. Кто же на ком будет играть? Посмотрим прямо сейчас. Na'Vi Virtus.pro. Ну, и хотелось бы битвы. Повторюсь еще раз. Хотелось бы замеса. И не хотелось бы вот этих легких 2-0. Да, да, да. Пока не начали. Но уже начинаем. Но в любом случае тут у нас пауза. На канале по номерам 3 невероятный матч. Альянс против Берс. Там только что была бы концовка первой карты. И если вы этого не видели, ждите вот на нашем Ютубе. Я думаю, много из вас посмотрел как раз таки матч на Na'Vi Virtus.pro и не смотрел Альянс Берс. Но там просто невероятные вещи происходили. Очень рекомендую концовку первой карты или полностью первую карту пересмотреть. Ну, а на Европу мы переключимся сразу после СНГ. Европа сегодня стартанула немножко попозже. Поэтому там идет только финал нижней сетки. Secret ждет победителя в гранд-финале. И сразу после матча Na'Vi в ВП вы сможете посмотреть окончание, развязку квалификаций в Европе. Все. Смотрим доту. Тут пятером идут по миду ВП. Непонятно куда. В чужой лес возможно поставить вижн. Я только сейчас задумался, какой же жесткий пик Саленсера. Он контрит мало того, что Энигму. Еще и Эмбер очень неприятен ему этот герой. Саленсер просто инстапиком. Так, пайкат. Трубает рейдж. Ну и убегает. Подальше. Вынужден рейдж на первом левеле вкачать. Не всегда это хорошо. Но ничего страшного. Тут же Вар текнул сразу соло. И да, это медовый Саленсер. Все верно. Опять-таки стратегия сейчас выглядит совсем ворованной у команды эффект. Но она такой не является. Она является одолженной. Так, попытка. Куда поставился? Зачем? Дать вижн? Я не знаю. Просто Саленсеру... А слушай, возможно он там был за деревом? Не ожидал то, что стоит Вард. Да, за деревом стояли все трое. Вард поставил соло. Там стоял один, второй, третий за деревом игроки команды Вертус Воспряты. Но генерал своровал чужую руну. По рунам 2-2 будет. И форсблат был сделан Саленсером. Саленсер только доволен этим. Да, действительно, это медовый Саленсер. Суппорт Свен. Будет интересно. Да, это действительно интересно. Съел крипа в меди-генерал и уходит сразу в лес. А на топ лайфстилер уходит. Это будет свап. Знаешь? Вот так вот. А так ты не погоняешь, Бивер. Так ты не погоняешь. Тут надо уходить. Мы едем. И ничего Бивер не может сделать. Потому что Саленсер, конечно, глоевами наваливает жутко. Ты знаешь, и у Дэнди будут огромные проблемы против этого Саленсера. Как же больно. А что ты ему сделаешь? Просто тыкает этими глоевами. Да, и этот Саленсер просто, он руинит всю задумку и стратегию нави на корню. И непонятно, как против этого бороться. Ты не выйдешь, с лордаром его не погоняешь. С МК не выйдешь, не погоняешь. Пайкат почему-то оказался на топе. Ну, это якобы свап, но сюда перетянулся Соло. И я не уверен, что ему на топе будет в итоге легче, чем снизу. Так, снизу там кого-то обходит. Это Рамзес. Застанил Бивер. Но опять-таки Рамзеса так вот и долончики чуть-чуть побьют. Да и все. Как-то вот эти линии опять попутанные. Блин, не знаю. Кажется, неверное мне это решение, как на первой карте. Ну, что поделать. Дэнди страдает. Шансов каких-либо наравне стоять у него нет. Еще и курса будет на Дэнди висеть. Постоянно. Я удивлен, почему Дэнди не взял Пруншилд. Я думал, возьмет. Обычно все берут, ведь Пруншилд с него начинают. Ну, логично было бы. Да, согласен. Тут пытаются пока Рамзеса мне дать фармить. Но Рамзес так-то и не особо против. Если будет все хорошо у Кентавра, если все будет хорошо в миде у Ноуана, а у Ноуана все хорошо в миде, то Рамзес может и немножечко пострадать. Побыть раз в году и оффлейнером. Паша в миде, но оно все должно быть отлично. Он докупил себе второй нулик и дэмэдж залетает очень. У Дэнди два крипа, убитых, и он ничего не может сделать. Ему никто не может помочь, что самое главное. И Руну он тоже не находит иллюзии, подбирает лил. Бедный Дэнди, мне жалко на это смотреть. Ну а что ты здесь делаешь? Действительно, тут какой-то непонятно, как ему помочь, что самое главное. Ну все, брать талон, идти в лес. Выкачиваешь леса за Эмбера. По-другому никак, я не знаю. Пайкат опять снизу. Пайкат переместился, сейчас Энигма улетит на топ, наверное. И что делать? Так у Рамзеса все не так плохо, 6-2 имеет. Больше, чем у вас. А вот этот вот ганг, это, наверное, то, чем может команда помочь. Но Дэнди надо выманить на себя Нолана. Все-таки, как ни крути, Сайлендер очень слабый герой. Вы посмотрите, какую позицию держит Нолан. Это просто шикарно. Вообще должна быть инфа, что нет саппортов, и сильно далеко выходить нельзя Нолану. Рискует очень сильно. Подвязали. Стрейф назад дал. Дэнди погиб. Он убил сейчас Дэнди. Не, не миссанул. Еще раз миссанул. Еще, нет, на этот раз не миссанул. И Дэнди умирает. Дэнди умирает. Да ладно, Дэнди выживает. Умирает Дэнди. Дэнди умирает. Да, Дэнди умирает. Нолан. А тут еще фласка есть. И стан не будет больше от бивера. И... Нолан. Фласка. Сбил тут же. Сэмка ушла. Сэмка могла бы. Фэрифайр. И до конца. Еще, еще. До конца бивера надо. Все-таки добил. Пожалуй. Ну как же жил Нолан. Как же жил Нолан. Но в любом случае, напомню то, что это было 3 в 1. Погиб Дэнди. Нолан получил экспун. Нолан получил интеллект. Так необходимый себе. Да. И это, конечно, было невероятно круто. Да, все-таки генерал здесь. А где Пайкат? Он же только что был. А вот он Пайкат. А он отъехал. Его Лил убил. А, серьезно? Да. Пока в миде этот замес происходил. Ну и опять курса. И опять Дэнди получает. Плюс 4 уже. Ну, мама дорогая. Бедный, бедный Дэнди. Его действительно жалко сейчас. Крипстат. Будет еще и Максица, мы понимаем. Так, ну опять будут выходить. Кстати, а вот этот, если еще раз убить. И Дэнди не умрет. Это будет круто. Но на этот раз просто. Ну, Ван понял. Ага, разведочка. Черткая. Ну, не видно нигде саппортов абсолютно. Вот. Увидел Смоук. Разведал. По крайней мере, Дэнди заформит вачку крипов. Им бы тут постоять. Так, стойте там. Просто стойте там на месте. Вдвоем гоняйте. Ну, постоять хотя бы 2 минуты, чтобы Дэнди хотя бы какой-то левел получил. Да это не особо ему что-то даст. Там тем временем пытается ВП обойти. ВП пытается обойти и найти генерала, который фармит свой лес. Соло и Лил. А у него полка П. Все они его убьют. Он битый и не достанет. Соло должен был первым выходить. Вот это ошибка. Лил зря. Рванул так сильно вперед. Соло бы поднял. И мне кажется, убили бы. Да, в итоге зафармили только одного идолона. И надо Лилу и Соло отсюда уходить. Дэнди говорит, да вы надоели. Еще эти два пришли. А тут Дэнди может умереть. Рофл. Сейчас будет Молния у Соло. Ну и стан, да. Дэнди подвязал и Силил Баримайт. Ничего не поделать. С саппортом надо реально тусоваться здесь только в миде. И все. Других вариантов вообще не вижу. Саппорты куда-то ушли. Один вниз, один вверх. Получает какой-то левел. Бивер ушел. У нас Рамзес, который якобы стоит сложный на второй позиции по крипам. Да, Паша вынесет даггер, не знаю, даже раньше, десятой. И он может, в принципе, после этого уйти. Ну, а вот генерал пока фармит Лиса. Четвертый левел, Аркантапки скоро у него появятся. На Рамзеса, по-моему, дело никто не может выйти, никак напрячь. Потому что Лил сюда ненавна прибегал вместе с Соло. Ну, они вдвоем ромят и, видимо, по всем линиям боятся то, что они внезапно выйдут куда-то и убьют. А они бегут вниз. Пока, опять-таки, этим ласт пиком полностью законтрили команду Na'Vi, ребята, из Virtus.pro. Ну, он там стоит делать все, что хочет. А у него же еще глобал будет скоро, не забываем. Ну, и на Рамзеса нападать может, конечно, Бивер вместе с Роменом, но тут рядом тиммейт и не ожидает этого абсолютно никак. Ребята из команды Na'Vi еще есть глобал. Есть два глобальных ульта у Virtus.pro, кстати. Проблемы огромные могут быть. Так, Рамзес далеко. Рамзес далеко. Есть ТП. И вот Лилу надо быть поосторожнее. Лилу надо... Вот, уходят, они уходят. Дэнди подвязал двоих, есть глобал. ЦМК забежала. Дэнди дерется. Дэнди дерется до конца. Подняли Дэнди. ЦМК поймала Рамзеса. Рамзеса можно убить. Рамзеса нужно убивать. Дэнди, будет ли возможность его подцепить? Нет, Рамзес все-таки ушел. Бивер догонит. Бивер догонит. Рамзеса не отпустит. А там тем временем Лил. А что Лил? Лил уже... Сделал тэп аут. Убили Рамзеса неплохо. Развели еще на два ульта. Я был уверен, что Лилу там тоже, конечно, добьют. Мне тоже так казалось. Но нет. Ну, дали ответочку. Хоть какую-то. Дэнди... Боже, как мне больно смотреть на это. Глобал проюзан был. И мы видим, не помог. Глобал слишком далеко полезли. Виртуз прос слишком сильно себя поверили. И тем временем получил время... Тем временем получил время. Тем временем получил немножко space. На топе товарищ генерал. Которого сейчас будут убивать. Ну, такое там. Немножко посмотрели на него. Погоняли. А, это просто свап. Рамзес останется в легкой. А Паша на кентавре уйдет сложный. У Паши уже все есть. Ему больше ничего не надо. У него реально все есть. Ну, и генерал получит скорость и стой. И, наверное, надо будет навязывать какой-то файт команде Na'Vi. Потому что глобала нет. И Black Hole. Самое время использовать. Так, Лил левел 3. Фейзы на подходе у него на 8. В первой минуте. Крипов он не бьет. Оно ему и не надо. Просто подпулил немного у Нуана. Что новое? Боттл и стики. ПТ-шечка. Как это будет? 42-29 крипстат. У Денди 18 на 5. Ну, и Денди ушел формить лес. Действительно. Это, похоже, ситуация была у нас недавно квалификация к Даку, когда Миракля точно так же с линии прогнали на Эмбере. Он пошел в лес. 20 минут там тусил, а потом вышел всех убил. Думаю, что то же самое будет. Сомневаюсь. Так, а тут Соло у нас снизу. Пришел получить Экспы. Пораньше 6-й левел, если возьмет, то будет очень даже приятно для ВП. Есть стики, есть Эмблей, стапок быстрый, соло. Его не догнать, не взять тут. Успокоилась немножечко игра. Проблема в том, что в миде Слордар опять-таки Экспу только получает формительный. Может, на топе пушат Виртуз Про. И что может сделать генерал? Может, вот так вот пугать ребят из ВП? Не сильно страшно. Интересно. Дэнди купил себе лопатку? Да, да. Я увидел еще то же самое у Найкса. И мне кажется, скоро вся команда Нави уйдет в леса и будет делить как-то между собой. Вариантов больше нет. Ну реально, ты на Нуана не выйдешь. Он хозяйничает. А вот планируется выход от Би... Нет, побоялся. Так пугать просто могут. Дабл демедж еще имеется. А, глобал откатил. Ну, в принципе, уже бояться нечего. Там глобал, ульт кентавры и все отлично. Ну, Ана должно быть. Да, действительно, супер связка. Опа, вот это интересно. Девятая минута. Вот глобал проюзан. Да купить его. Хорошо, Бивер. Бивер развел. Ага. Это что сейчас было? Ну, он выложил транквилы. Надеялся, что как-то демедж не пройдет пока... Тут будет еще одна попытка выйти. Дэнди не успеет. Успеет, успеет, Дэнди успеет подвязать. Есть тут же ТП. Ну, до конца они идут. Они идут просто до конца. На Нуана. Нуана добьют. Дэнди надо давать станд. Надо сейвить Нуана. Минус один. Да, и минус два. Ну, по-моему, можно поздравлять команду Вертиспро с выходом на Киевский мажор. Трипл килл. Там еще догнил Бивер. Боже, что это происходит? По-моему, можно поздравлять команду Вертиспро. Этот Сайлицер на корню законтрил абсолютно всю стратегию. И ты ничего не можешь сделать. Плюс 10 уже у Нончика. Как же хорошо ВП отыгрывает этот финал. И, конечно, мы можем долго разговаривать о том, что Нави устали. Нави то, да, Нави устали. Ну, никто же не мешал вчера выигрывать, скажем так. Так, напали. Стан по двоим. Генерал. Минус. РМН. Ничего не можешь сделать. Еще один минус. На этот раз без Нуана, но спокойно разобрались. Мне кажется, уже можно писать то самое. Т2 будут забирать. Никаких вообще шансов не оставляют. 10-ая минута. Смотрим, смотрите. Оп. No-one. Подвязали. Есть Стампид. Бивер дал стан. Все под курсой. Мы понимаем, что под курсой это не весело. Айромайн убивает Тауэр. Дэнди тоже тут погибает. Ну и там еще Датикала у нас. По Свардару. Есть ТП. Так, тут хотят дейфить Нави. Не хотят драться. Ну это такой срез. Пока с людьми врезали. Да, будут срезать. Будут срезать сейчас. Есть ТП. Соло. Обгрызли. Соло украл рейдж. Пытается убежать сейчас. Это не совсем рейдж. Это Ванды. А, это он Ванды украл. Ну умрет сейчас Соло. Остальных догонять. Остальных. Вот он Бивер. Цепляет еще Лила. У Лила могут быть проблемы. Лил пытается убежать. Ну нет. Ну двух саппортов Нави забрали. А еще ловить. А еще ловить не хотят. Нет, нет. Дальше убежал Рамзес. Сделал ТП на Шрайн. Все у него нормально. Ну а дальше двух саппортов. Ничего такого сильно страшного нету для ВП. Отдали, ну пусть 500, пусть 600 голды. Не особо много. Но это можно назвать разменом. Потому что до этого они убили кого-то генералу и цемпку. И отдали двух саппортов. Ну типа того. Нормально. Еще Т2 забрали на халяву. Так. Десятая минута игры закончилась. И мы видим у Троля очень много всего. У Троля, которому поначалу было неприятно. Но остальная команда по карте создала нужный спейс. Так. Выход с маке. Очень интересный в мид. Но у Антуджи есть глобал, есть реген в ботле. Это выход на Дэнди, вероятно. Нужно будет давать глобал и в этот же момент прыгать к Кентавру. Или без глобала будут? Глобал необходим. Он улетит же. Не оставили шансы. Успели поднять. Рисковно, конечно, но оправдано. Глобал остается в итоге на Блэк Холл. Так, там снизу видели еще Найкса. Может, цель стоит просто не сжать этот глобал, а вдруг будет Блэк Холл и так далее. Но потом оставляем. Ну, пока и этого хватает. Пока и без глобала справляется. Только если на самого 0-1 будет нападать Бивер. Спрятаться надо. 10-4 на топе. Там Тавр подпушился. Немного Бивер улетает. Отсюда Блинк через 600 голды. Там много кто улетает на топ. Будет стяжка. Будет попытка, возможно, убить Рамзеса. Ну, вот надо уже нападать, Ромена. Уже надо проедать вот этот. Так, Рамзес. Ну, там будет глобал и будут, возможно, ТП на сейв. Ну, неважно, неважно. Надо нападать. Ну, надо, надо, надо нападать на Ави. Не хотят. Не хотят они. Очень долго думают. Никого не видно. Нужна разведка. Если она не в кулдауне, а Рамзес просто улетает. Ну, и все правильно делает. Да, Тавр на топе могут попушить на Ави. Виртуз против времени будут забирать Т1 на нижней линии. И, может быть, даже пойдут на Т2. Ну, если честно, ВП могут, ну, да, либо пойти на Т2, или сделать ТП на топ и задефить свой Т1. Минус Т1. В секунду. Разведку использовали Нави и увидели, что никого там нет на топе. Может спокойно забирать вышку. Ну, Аван с Росставчиком наклевывается потихоньку пика. Только первый Тавр забрали Нави. Виртуз Прос забрали уже 4 вышки. Преимущество 10-4 и по фрагам. И по фармам видим, что Ну, Аван опять улетает, улетает. Вместе с Рамзесом и вместе с Пашей. Ну, из хороших новостей скажем то, что у Нави лучше дела, чем в предыдущей карте. Лучше. Лучше, действительно. Там они не забрали, по-моему, ни одного Тавра и счет. Там на 15-й минуте они 15 тысяч проигрывали. Здесь даже 10-ти пока еще не проигрывают. Но, я думаю, это не за горами. Виртуз Прос оказались к этому финалу готовы. Намного лучше, чем кто-либо вообще в этом регионе. Если вчера они дали слабину и проиграли одну карту Империи, одну карту Нави, то сегодня слабину давать они не собираются. Так, вот это интересный план выхода Тарашана. А тут ТГ пойдут в ВП. Ну, Дарь просканили, они никого там не видят. Ну, ничего страшного. Кажется, догадываются. Да, догадываются. Просто никто не наступил на этот скан. Но Тарашан сейчас упадет. Тут Т3 может упасть. Генерал. Не-не, отгонят. Отгонят из-за генерал. Айгису Пайката. Ну, хоть какие-то деньги заработали Нави. Хоть одной проблемой меньше у них стало, потому что у Виртуз Прос теперь не будет, по крайней мере, Рошана и Айгиса. Гардиан Грифс хочет генерал себе собрать. 5-100. Лучший, самый лучший надфорс у него в команде Нави. Блинг появляется у Бивера. Это важный айтем. И в Смаке, наверное, куда-то пойдут. Будут искать Нави. Вряд ли Нави кого-то тут найдут, в чужом лесу. Они еще Вижен весь расставили именно там. Да, Биверу хотелось бы, конечно, наткнуться на какого-то, не знаю, на какого-то Соло. Или даже на Тролян. Блин, ну не забываем. Есть Глобал, есть Стампид. Слушай, ты Клиу решил все-таки купить Арканы и в... Доминатор. Армлет выходит. Арканы и Армлет. Интересный выбор. Да, какой-то странный билд. Прям совсем странный. Но мне кажется, что здесь, ну, хоть догон покупай, в принципе, не столь важно. Ну, не скажи, тут компактить все-таки можно. Ох, как все плохо у Дэнди. Да, у Дэнди действительно все печально. Но и вот Бивер сейчас врывается, а здесь уже... Нет, здесь пока два. Два игрока команды Верта Справа. Соло. Вот как раз по самому Соло. Ох, как реакции ты успел поймать. Успел, застанет. Соло должен умирать. Должен умирать. Под Стампидом Соло неужели выживет? Да, Соло выживает на развороте. Глобал до последнего не дается. Ну и Black Hole генерал понимает, что может дать, но толку мало. Минус Эйгис. Будли драться дальше, мне кажется, опасно. Глобал есть все еще. А, на Лилу. Лил умрет. Сейчас Лил, армор дал. Дэнди не попадает ничем. Так, поймали Лилу, убили. Дэнди тоже подняли. Дэнди. Больно Дэнди. Дэнди просто без шанса. Меха не спасает и будет погоня дальше за генералом. Ну, генерал понимает, что надо дать Black Hole. Но как его дать, если No One жив? Как? Просто разошлись, разменялись один в один. Ну, Свенов, Дэнди, размена... И еще Эггис был потерян, незабываем. Да, так что это польза ВП. Так, покажите мне еще Лилу на Свене. Мне показалось? Нет, не показалось, все нормально. Я думал... Нет, точнее, не показалось. Где-то я увидел Ultimate Torp. Я так понимаю, это был у Кентавра. О, не Ultimate, а Point Booster. Point Booster был у Кентавра, да? Point Booster. Ну да, будет погоня, очевидно. Все верно. Есть у Дэнди ВЛ в Дискорд. Хоть что-то появляется, но опять-таки мы понимаем, что тут надо еще очень-очень-очень много. А у Дэнди на данный момент с Нетворсом ситуация, как у Бивера, грубо говоря. Интересно, что Лил решил максить сразу третью, а не стан. В начале игры, мне кажется, стан-то пополезнее было бы дополнительной какой-то дэмэдж. Ну, стан у него был в два. Вот смотрим, как Соло успел отреагировать. Бивер не успел дать стан, поэтому Соло здесь выжил. Только сейчас был стан, и мы видим, убегает Соло, бросает на себя урну. Ну и на развороте Пайката лишает Аэгиса. Ну вот стоит бедный генерал, который не знает, что ему делать. И Энигма вот против Сайленсера, ну, разве что самого Сайленсера как-то засосать. Как именно? Только блинк нужен какой-то. Так. Там нападение на Бивера. Там еще Найк, Соло убегает опять. Бивер проседает. Бивер, до свидания. Глобал до сих пор есть, там еще подцепили кого-то. Это был Пайкат, но нет, все нормально. Не тратят Глобал на любые атаки. Прекрасно понимают, что Глобал нужен по другому поводу. И поэтому бесполезной Энигмой является. Абсолютно бесполезной. Там Рупал. Шестая вышка упала. Можно пофармить Энштаб чужих. Этим не займутся сейчас Виртус Про. Нижнюю линию подпушивает Дэнди. Плюс 16. Но у Ана на данный момент ворованы Энты. Не, не плюс 16. 16 или плюс 16. 16, да? 16, да? Да. Приятно. Не поспоришь. Действительно хорошо. Рамзес продолжает воровать. Так, Дэнди. Дэнди. Дэнди встрял. Это печально. Действительно это печально. Какая же великолепная. У него на топе тем временем пытается сделать фраг на Лиле. Но Лил пока единственный поставщик фрагов для команды Na'Vi. Так вот, у Дэнди была просто великолепная игра на Эмбере против Эмпайр. И опускает на грешную землю сейчас Na'Vi его на этом герое. Верриен, конечно, просто шикарно сыграл. Верриен почти Си. Подсветила у Бивер, но все нормально. Спокойно продолжается армить. Ничего не боится. Сайленсер в топ-1 у нас идет. Интересно, что дальше предложено. Но он по этому. Можно Хекс какой-то. Не, ну он в дэмэдж пойдет. Хотя Хекс не помешает. Может, Шива какая-нибудь. Шива хороша, да. Когда на него будет врываться. В этой игре 19-ая минута. И мы видим, пока еще Na'Vi действительно имеет шанс. Какой-то камбэк. Пока у них дела более-менее. Да, 9800 преимущества. Но это еще играбельно. Да, это вполне играбельно. Мы видели, Na'Vi сегодня уже и проигрывали с таким преимуществом у Team Empire. Так, Рамзес на топе. На него может быть выход. Надо быть осторожнее. Никого не видно на карте из Na'Vi. Один в миде пальце Tendi. И все. Нижняя линия не пушится. И, по-моему, это повод задуматься. Чем занимаются все остальные. Лил стоит, конечно, на подсейве. Но вряд ли он спасет от лайфстилера. Бедного Рамзеса. Так, ну Ромен... Может, Баш? Улетит. Не успел. Не успел. Тут Рамзес. Был близок. Был близок. Потому что цепануть сейчас и оставить Ромена там, где он был. У нас тут разведка показывает то, что кто-то тут стоился. И, по-моему, сейчас... Эх, Пашу цепан отдал. Так, и как будут развиваться события. Паша заходит. Туда же Лил. Беда. Подняли Пайкат. Беда. Пайкат без рейджа. Есть глобал. До свидания. До стоялись. Еще плюс два. Ну, опять-таки, в прошлой игре мы помним, там стоял Генерал. Чего стоял? Кого ждал? 22 у Салитера. Все нормально. А, он уже Атос купил себе. Ой, Атос это великолепный артефакт. Новый Атос, я настолько мне нравится. Просто шикарный артефакт. Да новые все эти руты вообще имба. Ничего из них не делал. Там половина скиллов не работает. Согласен. Реально крутая штука. Но почему-то все равно Атос, несмотря на его крутость, мало кто покупает. Китавра почти с аганимом. ЦМК. Ну, пользы пока какой-либо нет. Понятное дело, какая тут может быть польза. Но, опять-таки, проблема даже не в этом. Стояли два парня. Чего хотели? Стан, еще по двоим там заехал великолепный. Да? Соло. Сейчас купит себе блинг. Будет что-то воровать. Я бы сказал, что Блэкхолл. Но, мне кажется, Блэкхолла в этой игре мы не увидим. Да, блядь, нет смысла его давать. Разве что быстро, не знаю, разве что дать. Ожидать, что Соло у тебя ее крадет. При том, что тебе ее через полсекунды вырубят. Блин, блин. Блин, вы Энигма. Ну, это тот же аганим Кентавра, конечно. Но вот сейчас вероятность того, что Блэкхолл мы увидим, она чуть-чуть повысилась. Потому что, ну, как-то можно там в Сайленсера ворваться. Ну, хоть как-то. Выход с макет Нави, но вряд ли он будет успешным. Ну, тем более, Энигма спалилась здесь сразу. Никого не видят. Они идут куда-то. Есть четкие майки. Идут, кстати, туда, куда надо. Они идут на хайграунд. Так. Бивер. Тут бегает Волк. Знает, что Virtus.pro там. И можно просто под тавер. Просто под тавер на Сайленсера. Сайленсер был по отличным таргетам. Да. Вот там уже не видят. Все. И уже не ворваются. Пятером нет глобала. Есть скан. Рэддиан засканили. Рамзес. Ну, и в Сайленсер. Ну, Блэк Холл. И не сбивает почему-то. Он никого не попал, если что, этим Блэк Холлом. И вот ответка от Соло. Ну, тоже ни в кого. А, нет. Варменов. Варменов двоих попал, да. Ну, тут Дэнди еще пытается жить. Его поднимает Соло. Ну, недолго он тут звучит. По-моему, все-таки уже не вернутся. Да, очень похоже. Когда у тебя есть Блэк Холл, всегда есть надежда, что возможно, возможно, где-то как-то ворваться и перевернуть это все в Сайленсера, чтобы не сбили. Ну, и была тут попытка. Был Смоук. То есть, с Нави не сдавались до конца. Но все-таки Виртуз Про сильнее. Все-таки Виртуз Про мощнее. Все-таки Виртуз Про к этим квалам готовы намного лучше. Можно было объяснить. Не попал там ни по кому генерал Бэк Холлом, но, вероятно, думал, что за Рамзесом стоит вся команда, в том числе Сайленсер. И хотел остальных кого-то взять, но команда стояла слишком далеко. И план не удался. Так, Т3. Упал. Бараки пока бить не стали. Пойдут поразбивать Шрайны. До верного играют ребята из команды... Виртуз Про я их прекрасно понимаю. Есть Аганим. Есть Глобал. Можно после этого Шрайна в 10 идти? Почему бы и нет? Вот. Вот, смотрим. Попал, по-моему, по Рамзесу. А, нет, не попал. Нет, ни по кому не попал. Не попал, ни по кому. Он думал, вон, немного не дотянулся по НОВА. Он думал зацепить всех, но действительно не достал. То есть делал все правильно здесь Витя, но опять-таки он пытался зацепить всех, а немножечко не получилось. Так, ну, Дэнди спарился здесь. Хорошо, он появился. Он это увидел. Обе команды заметили. Рамзес пока в миде. Бояться ему абсолютно нечего. О, есть уже диффузики. Приятно. Так, не забываем о том, что у Соло по-прежнему есть воровный Блэкхол, но это на потом. Или уже нет воровный Блэкхол. Там кулдаун, мне кажется, еще. Ну, кулдаун, понятно. Я думал, может, кто-то другой просто украл. Не-не-не, кулдаун просто на Блэкхол. Сто секунд. Забирает быстро Рошана. У нас Лива вместе с Рамзесом. Тут спину будут обходить, и могут быть проблемы у Нолана. Принут на него. Так, Нолана его лобал успевает. И тут же Соло. Тут же Соло с блинка поднимает Бивера. Пайкат пытается драться с Рамзесом. Из Баши его просто не выпускает. Из Баши Рамзес. Да, его забрали очень быстро. Забрали также моментально у нас Бивера. Ну и генерал тут тоже ничего не может сделать. Дэнди был далеко. Рэмэн тоже никак не мог помочь. Спокойно, спокойно забирает сейчас редкость про. 22 на 6 счет. Ой, Рэмэн, Рэмэн. Ноуан. Ноуан не отставляет шансов. Просто оставит фраг Ноуан. Ну да, бубуб. Ноуан монстр килл. 36 интеллекта. 10-1-10 у Ноуана счет. Последний пик Сайленсер выигрывает. Выигрывает СНГ квалификации. Последний пик Сайленсер приносит команде Virtus.pro этот самый долгожданный слот, который они очень надеялись, что получат напрямую. Но мы помним. Череда неудач. Дота Пит. Полуфинал ESL Гентинга. К сожалению, там они не смогли заработать на этот самый слот напрямую. Но они будут тем самым единственным представителем СНГ в Киеве. Good game. Well played. Virtus.pro. Представят СНГ в Киеве. И именно Virtus.pro будут отстаивать честь всего региона на киевском менеджере. Но Na'Vi стоит сказать огромное спасибо и огромный респект. Финал мало кто ждал. Тем более после первого дня. Когда Na'Vi начали... Вы помните как? Они начали с 1-4. Когда они проиграли у Каманчи на утро второго дня, ну их действительно похоронили все. Все думали, боже, Na'Vi, что это? Как это? Ну вот они Na'Vi. С 1-4 делают 5-4. Выигрывают в переигровке у Каманчи. Переигрывают. Сначала выигрывают у VP одну карту. Да, в бою проигрывают. Потом выигрывают у Spirit. Выигрывают у Empire. Ну, на финал не хватило. Немножко бензина. Не хватило сил. Очень жаль, конечно. Я думаю, все были бы рады видеть Na'Vi на мажоре, на киевском мажоре. Первый мажор в истории СНГ и отсутствие Na'Vi. Это, конечно, неприятно. Всегда можно надеяться, что кому-то визу не дадут. Но с Украиной это маловероятно. Украину визы будут давать всем. Ну, VP тоже хорошо. Очень много фанатов. Да, да. За них тут будет болеть, конечно, очень круто. Два украинца в составе. Конечно, оба не киевляне. Ну, киевлян и в Na'Vi нет. Так-то. Так что киевлянин есть только в составе DC. Один. И то он переехал жить в Phoenix. Бессовестный. В общем, Na'Vi занимает второе место. Ожидаем их увидеть на следующих турнирах. В Риме им спасибо за эти квалификации. Empire занимает третье место. Молодцы имперцы. Увидим империю на Даке уже через...